Ну что ж, пара минут прошло, давайте начинать. Давайте для начала представлюсь. Меня зовут Егор Матишук, я методист курса Data Engineer и курса Hadoop в Otus. Ну и, собственно, сегодня проведу открытый урок как пример того, что мы преподаем на нашем курсе. Посвятим мы его загрузке данных с использованием инструмента StreamSets. Соответственно, мы сегодня немножко поговорим про то, что такое вообще источники данных, какие они бывают, и посмотрим на сам StreamSets как на инструмент для загрузки, что с ним вообще можно делать. Окей, ну что ж, давайте тогда начнем. Сейчас расшарю презентацию и двинемся по ней. Так, ну что ж. Давайте сделаем вид вот так вот, чтобы у нас все умещалось. Если меня хорошо слышно и у вас на экранах презентация, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, так я буду знать, что у нас нет технических проблем. Да, я иногда могу слагом отвечать или реагировать, это просто потому, что идет трансляция на YouTube, у нас задержка, ну, думаю, секунд 30. Ага, спасибо. Так, запись у нас идет. Ну что ж, значит, занятие по поводу загрузки данных из различных источников, про типы источников и конкретно про инструмент StreamSets. Кроме него мы обсудим и другие инструменты, существующие для данной задачи. После этого занятия вы сможете классифицировать разные источники, то есть вы будете понимать, почему, ну, это не совсем такая тривиальная задача, как казалось бы, ну, просто пойди и забери данные. Тут есть куча нюансов. Источники сами по себе очень разные и с ними немножко по-разному нужно работать. После этого занятия вы будете знать про универсальные инструменты для загрузки, потому что, ну, в принципе, поскольку мы говорим про разработку, мы всегда можем решить проблему кастомным путем, то есть написать некоторый скрипт, некоторую джабу, которая все это дело нам загрузит, но для одного источника. Для следующего источника придется новую джабу и так далее, а в ходе сегодняшнего занятия мы узнаем про универсальные инструменты, которые позволяют нам вот эту задачу решить чуть быстрее. Ну, и отдельно поговорим про загрузку оперативных баз, то есть тех баз, которые стоят за бэкэндами и откуда все данные сливаются в аналитику. Мы поговорим про паттерны такой загрузки и с помощью чего это можно делать. Так, ну, давайте начнем с типов источников. Напишите, пожалуйста, в чат, какие вы знаете примеры источников данных. Можно писать любые, не боясь ошибиться, по типу, по способу, по формату, можно конкретные сервисы какие-нибудь называть и так далее. Ага, JSON, XML, CC, API. Достойно. Нина, а у вас какие предположения будут? SQL-источники тоже, кстати, ну, собственно, я даже этому раздел посвятил сегодняшней презентации. Базы, да, веб-сайты. Совершенно верно. Ну, смотрите, у меня получился список чуть больше. Их, на самом деле, довольно большое разнообразие, но вот основные типы вы все назвали. Я бы сюда что добавил? Очередь сообщений сейчас, ну, собственно, напрямую в очередь сообщений данные попадают из множества источников. То есть это и, ну, чаще всего это либо самописные сервисы, это какие-нибудь стандартные инструменты для экспорта а-ля Debezium, про которые мы сегодня говорим. То есть вообще брокеры сообщений становятся такой важной кровеносной сетью внутри организации для данных. Вот, и поэтому они являются для нас важным источником, из которого нам часто придется получать данные. TCP, UDP. Соответственно, есть вариант, когда просто мы открываем порт, и туда нам начинают прилетать данные. Так часто работает с оборудованием, потому что обычно оборудование не поддерживает там всякие sophisticated протоколы, какие-нибудь там брокеры и так далее. Оно просто умеет отправлять пакеты по адресу и порту. Там всякие UDP, TCP пакеты. Ну, вот такой вариант получения данных. Всякие логи, например, через тот же си-слот, тоже для нас может быть источником. FTP-сервера. Частый кейс, когда компании друг с другом обмениваются какими-нибудь там выгрузками. Соответственно, вот FTP-сервера тоже такой стандарт. Ну, есть как бы и более правильные способы, но, к сожалению, FTP это стандарт, поэтому с ним часто придется работать. Файловая система. Что-то может возникать прямо вот на наших машинах. Это, опять же, логи рядом стоящих сервисов. Ну, или просто какие-нибудь импорты скриптов, которые не могут по разным причинам писать в какое-нибудь более сложное хранилище. Это базы данных, конечно же. Это огромный источник их в крупных компаниях, их тысячи. Соответственно, ну, это прям большая доля работы для дата-инженеров. Ну, и, конечно же, различные API-шки. То есть, всякие сайты, сервисы, которые находятся где-то в интернете, и мы данные забираем. Например, какие-нибудь веб-счетчики. Да, там Google Analytics или Яндекс.Метрика, откуда, или там AppsFlyer какой-нибудь, что-нибудь такое. Соответственно, это некоторая API-шка, куда мы приходим, забираем наши данные. Вот. Ну, и на самом деле, еще, еще, еще можно придумывать. Как вам кажется, чем отличают различные типы источников? Опять же, тут не один ответ, тут их может быть множество, поэтому не бойтесь ошибиться. Спасибо. Способом доступа. Структурированные или не структурированные данные. Хороший поинт. Способом обработки данных. Ну, да, но это скорее следствие. То есть, у нас мы по источнику будем выбирать инструмент. Как именно мы будем процессить. Но, да, это логическая мысль, которую я буду постепенно вести в наш разговор. Способ хранения, скорость передачи, да, надежность, простота работы. Ну, вот простоту работы я не могу интерпретировать, но остальные пункты прям в точку. Особенно про надежность. Про это тоже с вами поговорим. Собственно, у меня получилось, я в том числе потыкал вилкой моих коллег, устроив небольшой опрос на тему источников, и у меня получился примерно вот такой список, который включает в себя характеристики источников или нюансы работы с ними. Ну, и давайте по ним пробежимся. Первое. Активные и пассивные источники. Ну, если все сильно упростить, то источник может либо ждать, пока мы к нему придем, как вот опишка какая-нибудь, мы должны прийти и забрать оттуда данные неким активным элементом. То есть, на нашей стороне должна быть джаба или скрипт или какая-то система, которая обратится к этому источнику и заберет данные. Второй вариант – это активный источник. То есть, это какой-то источник, который сам поставляет нам данные. То есть, он может либо, не знаю, нам в порт данные закидывать, либо через очередь сообщений сам слать нам данные и так далее. То есть, он сам инициирует отправку данных. У них есть свои плюсы и минусы. Плюсом, очевидно, является у пассивного источника то, что мы сами контролируем весь процесс. То есть, мы можем сами выбрать скорость опроса, что довольно удобно, если наш сервис не будет справляться, ничего критичного не произойдет, не произойдет отказа, ну да, он будет читать помедленнее, не страшно. Вот. Ну и, если что, чаще всего такие источники, поскольку мы сами выбираем режим чтения, то мы можем даже, если что, и повторить чтение за предыдущие даты. Тоже довольно удобно, если мы где-то ошиблись, у нас, соответственно, возможность перечитать есть. С другой стороны, пассивный источник требует того, чтобы мы на своей стороне держали какой-то активный элемент, который будет сам туда постоянно ходить и делать все преобразования. Ну и плюс нам придется постоянно этот источник опрашивать, то есть, ну, генерировать коннекты, будет, соответственно, чтобы слишком часто не опрашивать, мы уменьшим частоту, чтобы там всякие коннекшены не плодить и запросы. Когда мы уменьшим частоту, у нас увеличится задержка данных. Ну вот такой вот минус – это такие медленные источники. Но обычно довольно надежные. Вот. Активный источник. Эта история сложнее, с ним тяжелее работать, потому что он сам сколько хочет, столько и отправляет. В какой-то момент он может отправить очень много данных. Извините. Сядусь поудобнее. В какой-то момент он отправляет много данных, такую прям волну, цунами, которую может выбить просто наш приемник. Ну и второй момент – это то, что мы не сможем повторить чтение. То есть вот он, когда захотел, тогда отправил. Мы не можем ему сказать, что дружище, отправь еще раз. Такого механизма зачастую нет. И, соответственно, у нас есть высокий риск данных потерять, если бы мы их не обработали. Да, с пассивным источником мы могли бы повторить чтение с активным. К сожалению, нам отправили, и все. В качестве пассивного источника, как я говорил, это HTTP API, ну и, например, FTP-сервер. Куда мы тоже можем прийти, посмотреть, какие файлы есть, загрузить, потом еще раз их загрузить и так далее. И базы данных. В случае активного источника, что-то, что мы получаем по очереди сообщений, или же базы данных. Почему базы данных могут быть и пассивными, и активными, мы сегодня тоже поговорим. Собственно, хороший поинт был про структурированные и не структурированные данные. По факту, как это отличить? То есть структурированные данные имеют описание схемы в машиночитаемом формате. То есть у них есть некоторая структура, закрепленная и понятная для машины. Соответственно, это позволяет точно интерпретировать payload. То есть то, что нам передается, мы можем однозначно как-то конвертнуть в объект, с которым мы можем работать, у которого будут понятные поля, понятные типы полей и так далее. Ну и меньшая вероятность, соответственно, сломать интеграцию. Почему? Потому что есть некоторый контракт в виде вот этой вот машиночитаемой схемы. Соответственно, вот такие плюсы с точки зрения надежности. С другой стороны, это требует дополнительных танцев с тем, что данные у нас структурированные, а значит, у них есть некая схема, а значит, эту схему нужно как-то передать, нужно как-то согласовать. И вот это требует очень много усилий, как показывает практика, особенно в случае, если эта схема меняется. Просто это даже организационно может быть сложно. С другой стороны, есть неструктурированные данные. Обычно это какие-то такие текстовые форматы, которые очень легко парсить, которые очень легко создавать, потому что вам не нужно каких-то там схем генерить, ничего. Возьмем какую-нибудь CSV. Мы просто добавили колоночек, через запятую слепили и поехали. Ну или там JSON какой-нибудь, куда мы можем легко любые данные упаковать. Соответственно, нам гораздо проще начать такое писать, гораздо проще читать. Но нет вот этого контракта, а это значит, что на другой стороне могут вполне легально добавить или убрать какие-то поля, и вот сам формат это переживет. Хотя с точки зрения потока у нас могут возникнуть сбои. Ну, потому что там дальше есть какая-то уже более жесткая схема, и, например, отсутствие поля не дает нам сохранить данные. Потому что там обязательно вот это поле должно быть not now. Пример со схемой. Ну, в этом же кроется и опасность. Большая. Соответственно, вот, допустим, у нас есть CSV. Классический текстовый формат, который используется сразу в выскажу мое отношение, что желательно от него избавиться. Где, возможно, если вы занимаетесь данными, это ваш враг. Так, где угодно можно уже передавать в гораздо более удобных форматах. Посмотрите хотя бы на паркет. Соответственно, вот если у нас есть CSV, давайте посмотрим, что же будет происходить. Допустим, у нас есть файл со структурой вот из четырех колонок. Хранится timestamp, какой-то идентификатор юзера, его страна и вот его некий идентификатор технический. Например, кука. И часто вообще так бывает, что CSV-файлы, например, могут идти без заголовков. То есть там просто идут какие-то значения, перечисленные через запятую. Что произойдет, если мы теперь захотим собирать данные не только по стране, но и вот с разбивкой до города? Соответственно, у нас останется тот же набор, только вот здесь вот у нас появится дополнительное поле. Оно тоже строковое, как и куки. Соответственно, если мы продолжим обрабатывать, если нас не уведомят о том, что такое поле изменилось, легко может случиться ситуация, когда мы в старой процедуре загрузки просто брали первые четыре поля, здесь мы брали эти четыре поля, и в куки у нас попадало совершенно неправильное значение. Мы просто потеряем пользовательские идентификаторы, не сможем идентифицировать события, и у нас, соответственно, будет потеряна аналитика за какое-то время. Вот. Это что произойдет в случае с ESSIM. В случае Avro, оно поддерживает эволюцию схемы, или же, если нам добавят, или уберут, точнее, если у нас уберут какое-нибудь обязательное поле, то у нас вообще вылетит ошибка. Да, а в случае, если у нас просто добавилось поле, то Avro корректно считает, и оттуда мы будем забирать timestamp, user country, cookie ID, и Avro нам позволит выбрать именно правильные поля, то есть не просто по порядку. Вот. Поэтому структурировано это хорошо, и, соответственно, если у вас есть возможность повлиять на ту сторону, которая контролирует источник, стоит повлиять, чтобы они отправляли в таком более приятном формате. Ну и очень похожая тема – это про бинарный текстовый формат. Бинарный формат – это формат, у которого payload закодирован, собственно, в какую-то последовательность байт, непонятную, неинтерпретируемую как текст. Обычно такие форматы позволяют упаковать данные более плотно. Они поддерживают всякие хитрые типы данных, ну, например, date, date-time, с тайм-зонами, например, и так далее, то есть всякие нетривиальные типы данных. Плюс встречается проблема с тем, что если мы передаем бинарные данные, прям вот сырые последовательности в байтах, то в текстовом формате такая последовательность может сломать формат, потому что вдруг там внутри комбинация байт сложится в символ переноса строки, например. И вот уже csv-формат у нас разрывает на две строчки, и мы получаем невалидные, непросящиеся данные. В случае бинарных форматов такого не происходит. Можно спокойно класть сырые бинарные данные. Ну и, естественно, есть и минусы. Минусы в том, что это сложно дебажить. То есть если мы говорим про текстовый формат, он, собственно, в тексте передается и отлично читается человеком. Соответственно, у него есть все минусы относительно плюсов бинарного, то есть он занимает больше места. Если мы представим вот в JSON слово true, оно гораздо больше, чем передать там один бит в Avro. В дикие разы больше. Ну и, соответственно, с числами та же история. С датами такая же история может быть и так далее. Поэтому у нас все довольно неэффективно. Там бинарные последовательности угрожают текстовым форматом. Но есть один большой плюс. Их проще отлаживать. То есть вы можете глазами посмотреть на JSON, понять, ага, вот здесь вот такое-то поле. Я его неправильно интерпретирую. Соответственно, мне нужно его интерпретировать по-другому. Ну или там CSV. Вы можете просто открыть файл и посмотреть, что там лежит. С Avro, например, у вас такое уже не получится. Вам нужна некая схема, которая вам позволит эти бинарные данные декодировать. Собственно, почему есть такая вот связь между структурированными и бинарными, и не структурированными и текстовыми? Потому что зачастую текстовые, они представляют из себя какой-то такой текстовый формат, который можно просто интерпретировать, разобрать по запятым кавычкам и фигурным скобочкам, и таким образом прочитать данные. А бинарный формат он требует, чтобы была конкретная схема, которая скажет, что первые вот эти n-байт – это вот это поле, вот эти байты – это вот это поле и так далее. Еще один нюанс – это что у вас вылетает из источников с точки зрения структуры данных. Это, например, может быть плоская, а может быть вложенная структура данных. Почему? Казалось бы, ну, что там такого, да? У нас спокойно может быть там вложенность, когда у нас в поле объекта лежит массив. Ну, вроде ничего нелегального, и сейчас встречающаяся ситуация. Но для дата инженеров это может стать проблемой. Почему? Потому что нам зачастую нужно данные положить в какую-нибудь такую типорелляционную базу. Ну, например, там какой-нибудь MPP, Greenplum, Vertica, ClickHouse, куда хочется сразу же это запихнуть, иногда минуя Hadoop. А даже если и Hadoop, да, то все равно там тоже хочется иметь какую-то более плоскую структуру, с которой можно работать. Проблема в том, что если мы отправляем вложенные структуры данных, они лягут не в каждую базу. Вот, поэтому нам хочется, чтобы они все-таки были более простыми, более плоскими. Значит, что у них бы не было полей с массивами, особенно с многомерными массивами, с какими-нибудь вложенными словарями и другими сложными объектами. Что с этим делать? Ну, во-первых, можно какое-то одно большое сообщение. Вот, допустим, у нас есть какие-нибудь запросы, которые там логируются. Мы кидаем в какую-то IP запросы, нам прилетают ответы, и вот эти ответы мы логируем. И, соответственно, там идет request ID, идет время запроса, и у нас идут результаты. И каждый вот такой результат – это тоже большая запись. Соответственно, если эта запись небольшая, то, в принципе, мы можем ее либо упаковать в строковый формат и таким образом хранить. То есть мы вот этот массив можем упаковать в какой-нибудь JSON, и JSON положить в поле. В принципе, такой вариант работает. Или же мы можем использовать, если у нас совсем простой одинарный массив, в принципе, такие массивы поддерживает, если не ошибаюсь, уже и вертика, точно поддерживает ClickHouse, у него куча функций на этом реализована. Соответственно, такой массив мы и переживем. Если же там большой, сложный результат, то лучше такие сообщения разбивать на несколько. Просто дублировать в них вот эту метаинформацию, и на каждый результат одно сообщение. И создавать кучу таких мелких сообщений. Может показаться, что это избыточно, мы же как-то там дублируем информацию, но нет, многие системы построены на том, что им гораздо проще хранить плоские структуры, у них повторяющиеся какие-нибудь данные вообще не занимают места, так что можно пожертвовать тем расходом, который мы потратим на дополнительную метаинформацию. Соответственно, мы таким образом уплощим структуру и сможем положить сразу напрямую в базу, где нам удобно будет с этим работать. Следующий момент – это наличие уникальных идентификаторов. Нам это важно, чтобы наши операции были идемпатентными, что называется. То есть идемпатентная операция – это которую мы можем повторять по много раз. Часто в датаинженерной науке это значит, что мы можем заливать одно и то же несколько раз без опасности создать какие-нибудь дубликаты. Так вот, собственно, уникальные идентификаторы позволяют нам сказать, вот это вот дубликат или нет. Идентификаторы могут как генерироваться где-то в источнике, то есть у нас, например, в базе генерируются последовательности сиквенса, и у нас, соответственно, генерируются какие-нибудь праймари-ключи, которые всегда уникальны, всегда возрастают и точно идентифицируют конкретную запись. Отлично. Но бывают случаи, особенно если мы собираемся всяких сенсоров каких-нибудь, внешних опишек и так далее, там все чуть сложнее, там может спокойно не быть прям вот готового уникального идентификатора, но в этом случае мы можем скомбинировать. Например, там взять какое-нибудь время, идентификатор пользователя, или там идентификатор запроса, что-нибудь такое, это все скомбинировать и таким образом получить достаточно уникальную комбинацию, которая может выступать в качестве уникального ключа. Параллельная загрузка. Здесь это скорее уже такой нюанс, то есть есть ли такая опция у данного источника, то есть можем ли мы вообще с этим источником работать параллельно. Потому что, к сожалению, встречаются источники, где мы можем только в один поток загружать данные, при этом данных много, и поэтому загрузка у нас происходит медленно, с задержками и все такое. Соответственно, это просто важный момент, как организовывать загрузку. С этим есть, правда, небольшой нюанс. Когда мы производим параллельную загрузку, мы уже не можем гарантировать, что у нас мы точно соблюдаем, например, порядок записей. То есть если мы говорим, например, про Kafka, то у Kafka, ну это система, брокер сообщений, то у нее в каждом топике, то есть в каждом потоке данных несколько партиций физических, которые могут быть раскиданы по разным. Серверам. И, соответственно, когда мы читаем параллельно из этих партиций, у нас чтение одной партиции, например, может отстать. И таким образом разные события произойдут в разном порядке. Соответственно, нам на этапе записи в эту Kafka нужно уже учитывать, чтобы, например, записи по одному пользователю или по одному какому-то объекту они шли в одну физическую партицию, чтобы сохранялась последовательность, когда мы будем их читать. Но это вот такой просто нюанс, на который можно наткнуться. Значит, есть такая штука, опять же, важная, как гарантии доставки. То есть по факту это такой контракт, что если мы используем там все правильные компоненты, то у нас будет абсолютно точная доставка. Если же мы используем какие-нибудь попроще компоненты, то у нас могут возникать некоторые нюансы. Собственно, гарантии доставки. At least once, то есть что данные будут доставлены хотя бы единожды. То есть у нас могут возникать при этом дубли, если у нас произошел какой-то сбой, потому что у нас система перечитает какой-то кусок источника. Ну, в принципе, достаточно неплохой вариант, обычно достаточно производительный, и для большинства систем подходит. А если у вас есть уникальные идентификаторы, то тем более проблема очень легко элиминируется. Есть at most once гарантии. Это, например, UDP, который в лучшем случае доставит один раз. Он вряд ли будет доставлять дубли. И вот здесь вам придется... Ну, это либо могут быть какие-нибудь данные, которые для вас не критичны. Такое тоже бывает. То есть есть статистические данные, у которых мы можем потерять там 1% какой-нибудь случайно. И все равно они будут представлять для нас ценность. Вот пример UDP, пожалуйста. И есть exactly once. Идеальный случай, когда мы доставляем все данные из источников в приемник один и только один раз. То есть мы ничего не теряем и при этом не загружаем дубли. Ну, это гораздо сложнее как с точки зрения производительности, это тяжелее, так и с точки зрения организации. То есть нам нужно подобрать такой вот сет инструментов, который будет на всех этапах поддерживать эту exactly once семантику. Соответственно, вот примером может быть тот же Flink, Apache Flink, фреймворк, который работает с Kafka, и в этом случае он может поддерживать exactly once семантику, потому что и у Kafka есть требуемые механизмы, и у Flink. Вот, соответственно, мы можем это все гарантированно доставлять. Ну и с точки зрения отличий источников, пожалуй, все. Напишите, пожалуйста, в чат, что больше всего запомнилось, то есть может быть какое-то свойство удивило, на какое-то свойство мне удалось обратить ваше внимание, с чем, может быть, приходилось сталкиваться в реальной жизни. Напишите, пожалуйста, в чат. Ну, а я пока немножко расскажу про бизнесовые требования. То есть, когда мы загружаем источник, нам нужно задать несколько вопросов к заказчику, чтобы нам источник правильно загрузить. Первое – это частота доступа. То есть, если у нас доступ будет… мы как бы не архивно грузим, а нам нужно, чтобы к данным доступ периодически происходил, то, значит, нам придется в качестве таргета системы использовать какую-то, которая поддерживает такие вот частые запросы. То есть, мы не можем сложить это куда-нибудь на бобину, в архив, да и даже зачастую на HDFS. То есть, нам бы хорошо загрузить это в какую-нибудь базу, которая всегда там под руками пользователя. Возможно, промежуточно загрузив через какое-то другое хранилище. Доступ к сырым данным тоже важен. То есть, нам нужно понимать, придется ли нам данные предоставлять для использования потребителями. В этом случае нам сразу нужно понять, в каком формате они будут лежать, потому что вот здесь уже мы не можем дать доступ к сырым данным, если они лежат прямо вот в CSV или в JSON, вот в этих слабо структурированных форматах, потому что они просто неэффективны будут. Ну, то есть, у нас каждый запрос будет жрать дикое количество ресурсов просто на то, чтобы определить схему, распарсить вот этот текстовый формат. Это будет дико неэффективно, дико больно. Вот. Дальше хранение истории. Нам нужно понимать, опять же, сколько места займет наш источник. И вообще, насколько, ну, то есть, нам нужно сразу запланировать какое-то дисковое пространство, которое мы потратим. И опять же, отсюда мы можем сказать, в каком формате нам это дело лучше хранить. То есть, понятное дело, что вот здесь вот бинарные форматы, они гораздо лучше подойдут, потому что они будут занимать меньше места. Критичность потери. Вот здесь начинает играть роль активный это или пассивный приемник. То есть, если это у нас пассивный источник, точнее, не приемник, источник, да, если у нас пассивный источник, мы всегда сможем перечитать потерянные данные, да, вот как с базой, например. Мы знаем, что данные на стороне базы остались, соответственно, мы с высокой вероятностью можем их перечитать заново, никакой проблемы нет. А вот если у нас данные доставляются просто через TCP, там, да, или, например, нашу опишку дергает какой-нибудь сервис, то вот заставить его повторить отправку будет довольно тяжело, и критичные данные таким способом лучше не передавать. Соответственно, нужно сделать так, чтобы на той стороне оказался пассивный источник, то есть, чтобы он где-то буферизовал данные. Ну, кстати, Kafka, в принципе, может выступать и как пассивный источник, очередь сообщений. Если туда источник сам пишет, там, соответственно, происходит накопление, мы оттуда данные забираем. Вот, соответственно, у нас есть некий буфер, к которому, если что, мы можем откатить позицию чтения и прочитать заново. Вот. Ну, и актуальность, это значит, что насколько важна скорость доставки. То есть, опять же, мы, если нам нужно заливать сразу вот в какую-нибудь базу, прям на ходу, там, в которой есть доступ через SQL-у пользователей, скорее всего, нам понадобятся плоские структуры, чтобы просто мы сразу могли запихнуть в таблицу, а не пришлось бы там складировать куда-то на HDFS, потом трансформировать, из этого получать уже другой тип, ну, другой уровень нормализации, вот это уже перекачивать в базу. Это может быть долго. То есть, если вам действительно нужно, чтобы данные были доступны через пару минут, значит, вам, скорее всего, нужно максимально упростить структуру, чтобы можно было заливать сразу напрямую в базу. И лучше всего использовать активный источник, который будет заливать с минимальной задержкой. То есть, не пассивный, который придется постоянно там опрашивать, а активный, который сам будет данные пушить. Вот, собственно, это то, для чего мы разбирались с разными типами источников. ну, ну, и кроме того, когда мы обсудили технические нюансы, да, вот, описание источника данных у нас появилось, нам нужно, кроме того, бизнесовое описание источника, то есть, что там, какой трибутный состав, что вообще эти данные значат, и так далее. Где там, например, словари брать для декодирования всяких идентификаторов и прочее. Описание бизнесовых требований, то есть, для чего вообще нужно это загрузить, куда оно потом пойдет. Указание владельца и потребителя. Владелец, это, соответственно, тот, кто эти данные нам поставляет, тот, кому бежать, если данных внезапно нет, и пользователи, которые будут это потреблять. Ну, это могут быть, например, какие-то отделы, которым это нужно. Ну, и, как я говорил, хорошо бы сразу понимать ресурсы, которые у вас уйдут. То есть, сразу резервировать место, договориться о каком-то объеме, соответственно, планировать его, потому что в какой-то момент место кончится, да, и возникнет вопрос, а из-за чего оно кончилось. То есть, может быть, просто разожрался какой-то один источник, который просили там хранить три месяца, там куча данных, они быстро протухают, там вот три месяца нужно хранить, а их на самом деле там хранили два года. И можно это подчистить, и внезапно окажется, что у нас достаточно свободное место. Такс. перенос строки в CSV – это боль, да. То есть, это прям выстрел в ногу, очень простой, ну и в принципе любые отклонения, экранизация, сериализация каких-нибудь не тех символов, лишние запятые. В общем, способов сломать CSV довольно много, поэтому еще раз на всякий случай скажу, что если вам нужно передавать куда-то данные, используйте, вот, например, паркет. Паркет можно записать питоном через Pyro FastParket, можно записать Spark, многие базы сейчас-то умеют делать, экспортировать, например, ClickHouse отлично умеет экспортировать в паркет. Потому что в паркете будет заранее зашита схема, там будут зашиты типы данных, еще это все можно очень хорошо сжать, оно прям отлично сжимается из-за своей колоночной структуры, да, и это колоночная структура, что для аналитики дает отдельный плюс. так что рекомендую. Ну и давайте поговорим по поводу инструмента. Значит, классика жанра это Apache Plume. В принципе, он был задуман, он родился еще в конце нулевых, как инструмент, который позволял что-то загрузить в Hadoop или что-то из Hadoop выгрузить. Ну, в основном загрузить, конечно. То есть, основная его задача это была загрузка всяких там логов, опишек, чего-нибудь такого. то есть, всякое довольно разномастное количество источников подключиться к какой-нибудь Kafka, подключиться к какой-нибудь FTP. Вот это все делал Flume. При этом он состоит из довольно простых концепций. То есть, у него есть Source, источник, SYNC, куда это все будет сливаться, а между ними Channel, канал, в котором буферизуются данные, которые мы уже получили, но еще не успели записать. И, в принципе, там есть несколько разных типов вот этих каналов с разными гарантиями, куча разных SYNC, куча разных Source. В принципе, не так уж много на текущий момент, но вот 10 лет назад этого было более чем достаточно. Соответственно, в чем плюс? Он есть примерно везде, поскольку эта штуковина плоти от плоти Hadoop, то, соответственно, во многих дистрибутивах он есть из коробки или его очень просто поставить. Он давно используется, поэтому, в принципе, достаточно надежный, достаточно объезженный и предсказуемый. Ну, из плюсов еще то, что он, в принципе, поддерживает расширяемость. То есть, можно довольно с адекватным количеством усилий его расширяется, используя встроенный интерфейс интерпретаторов. Пардон, интерцепторов. И минусы. Это неудобная конфигурация, то, что там текстовая конфигурация, сейчас я ее покажу, она выглядит не очень, ее очень сложно поддерживать. Второй момент, тоже сложно мониторить. То есть, у него нет какого-то графического интерфейса, то есть, если вы знаете, на какие метрики смотреть, все здорово, но если вы не знаете, то вас могут ожидать несколько неприятных сюрпризов. Нигде красная лампочка сама по себе не загорится. Значит, из чего состоит Apache Flume? Это агенты, причем агенты могут располагаться на нескольких нодах, то есть, в принципе, Flume может выполнять распределенную загрузку. То есть, если правильно настроить, он вполне себе сможет координироваться и, значит, грузить в параллель. Ну и, как я говорил, Source, Sync Channel, Source Источник, Sync, куда мы льем, и Channel Buffer между ними. Да, при этом, обратите внимание, есть отдельно Pollable Source, это, соответственно, для пассивных источников, и Event Driven Source, это для активных источников, которые сами нам поставляют данные. Ну вот, в качестве буфера он причем может использовать как память, чтобы очень быстро перекидывать данные, может использовать, например, File. Соответственно, в случае памяти выше пропускная способность, но меньше лимит того, что мы можем буферизовать, то есть, в случае всяких нештатных ситуаций память очень легко забьется и закончится. Ну и в случае падения мы потеряем какую-то часть данных. С File обратная ситуация. Можно записать много, останется в случае перезагрузки, никаких проблем, но перформанс не очень, потому что диск, конечно, медленнее памяти. Вот, всякие GDBC, Kafka, Channel, ну, не знаю, мне на практике не встречались, не могу сказать, для чего конкретно их использовать. Ну, то есть, понятное дело, что можно прикрутить, да, но какие-то прям большие плюсы относительно файла я, увы, не вижу. Ну вот, еще один пример гибкости флюма это то, что можно организовать такие иерархии. То есть, у нас, например, есть какие-нибудь флюмагенты маленькие, прямо на самих серверах, которые там что-то читают, парсят, сразу выдирают нужную информацию, а потом скидывают это уже в большой флюм, но, который работает не с кучей текстовой информации, а уже с обработанными, сжатыми данными. Ну и, соответственно, можно строить какие-то такие хитрые топологии, которые там разливают несколько источников данных. Собственно, теперь про минусы. Это текстовый формат конфигурации, который выглядит примерно вот так для самого простого случая. то есть у нас вот здесь сейчас на экране это пример получения данных через открытый порт и просто вывода их в лог. То есть это ну как бы супер тривиальная штука, но тем не менее посмотрите, сколько нужно писания. И вот для любого реального источника это увеличится раза в три. Соответственно, когда у вас там несколько десятков источников, вот такая вот конфигурация, это, конечно, просто смерть и ее поддержка, редактирование и прочее становится само по себе нетривиальной операцией. Так что вот это его большая ахиллесова стопа на все тело. Flume бесплатный? Да, Flume абсолютно бесплатный, open source, ну в общем Apache, под лицензией Apache и все такое по классике. Ну, причем он, как я говорил, плоти от плоти Hadoop, соответственно, он из коробки умеет коннектиться с HDFS-ами, с Hive-ами, вот с этим всем, и загружать туда данные. Так что большой плюс. Вот, теперь поговорим про более современные системы, например, Apache NIFI расшифровывается как Niagara Files, то есть Niagara Falls, да, вот водопады, есть Niagara Files, которые, значит, там перетекают по некоторой цепочке, попадая в хранилище. Изначально он был разработан INBA американским, что довольно забавно, и потом The Open Source. Соответственно, он уже, в отличие от Flume, он, кстати, тоже бесплатный, абсолютно, абсолютно бесплатный продукт. Большой плюс это то, что у него уже есть визуальный интерфейс, причем вполне себе используемый, как показывает практика. Выглядит он примерно вот так, и вот здесь уже, да, если вот с конфигом Flume я вам показывал, там были какие-то странные письмена в не очень понятном синтексисе, то вот здесь, ну, довольно просто уже понять, что происходит. То есть вот у нас есть некое рабочее поле, и вот у нас прям наш датафлоу по стрелочкам виден. Видно, что вот здесь у нас есть процессоры, вот эти вот большие блоки, которые пишут там свою статистику, значит, сколько они там сообщений сгенерировали, обработали и так далее. При этом они все, вот вы видите, тут такие квадратики, это вот остановленные получается, да, процессоры, они работают независимо, мы каждый из них можем независимо запустить, и таким образом достаточно удобно дебажить. Проходящие сообщения накапливаются в... Господи, как они называются? В очередях, в очередях. Их можно прям там просматривать, то есть, в принципе, вы прям вживую видите, как у вас в реалтайме движутся данные. Это лень и чудо. Причем, вот этих квадратиков довольно много на любой вкус и цвет, соответственно, можно прям вот из коробки почти гарантированно для вашей системы конкретной, для конкретного сочетания там источника и destination, скорее всего, будут библиотеки. То есть, там по-любому будет Kafka, GDBC, какой-нибудь там PubSub гугловский, там RabbitMQ, чтение с FTP, там чтение с файловой системы, с S3 и так далее, и так далее. То есть, буквально что угодно. Соответственно, это все доступно из коробки, это очень просто развернуть и вот быстро построить pipeline. То есть, вот здесь я прям сделаю отступление, почему я рассказываю про эти инструменты. Это же все можно сделать кодом. Why not? Но каждая джаба в коде, это значит отдельный репозиторий. Ну, окей, ладно. Пускай у нас будет монорепозиторий. Тем не менее, там нужно настраивать мониторинг, там нужно настраивать логирование, там нужно писать тесты, там нужно проводить код-ревью, там нужно самому управлять зависимостями, то есть обновление библиотек, если что-то пошло не так, и так далее, и так далее. Соответственно, это, ну, каждая такая отдельная джаба, это вполне себе такой вот отдельный сервис, который нужно контролировать. И это создает определенный операционный ад. То есть, либо вы напишете прям свой фреймворк большой, который будет позволять эти процессы делать одинаково, либо вы напишете очень много джоб, и вот тогда это будет реально ад. Соответственно, вот такие простые инструменты Data Ingestion Tools, их иногда называют инструменты интеграции, ну, скорее Ingestion, да, идея в том, что загрузка источников идет. Такие вот универсальные инструменты, они позволяют очень быстро и в рамках одной системы кучу источников собирать. Да, это не всегда самый производительный способ, но, как показывает практика, если у вас есть 100 источников, скорее всего, там 10 из них какие-то серьезные объемы, и вот их можно завернуть в отдельные джабы, которые вы там, значит, на Spark-стриминге в каком-нибудь гоняете на огромном кластере и там все отлично грузится, а остальные 90 мелких источников, каждый из которых это какая-то отдельная таблица, отдельная маленькая пишка, отдельный словарь, отдельный файл, вот это все, все эти там десятки источников спокойно процессятся парой небольших машин в одном инструменте. При этом у вас сразу видны все уведомления, где что-то сломалось, ну и вам не нужно писать все переходники, какие у вас есть, ну, на все системы, которые у вас есть. Собственно, еще стоит на iFi, это data flow, это вот эти вот графы, которые я сейчас показал на экране, процессор, отдельный квадратик в этом графе, процесс групп, то есть, в принципе, он позволяет собирать вот такие вот процессоры как бы не то чтобы инкапсулировать, но наводить некоторый порядок, объединяя их в группы и можно таким образом увеличивать масштаб, то есть, вы можете смотреть на группы, внутри них вложены группы, внутри них группы, а внутри них уже как-то там разложенные по этим группам процессы. Чертовски удобно. Вот. Ну и flow file, это, собственно, маленький кусочек данных, который по этим этапам скачет, то есть, он генерируется источником и дальше там преобразовывается и записывается. Вот маленький такой набор данных, порция, кван данных, это будет как раз flow file. Ну, их можно там просмотреть, например, когда они находятся в очереди, как пример. Ну, и контроллер сервис, это то, что позволяет нам хранить некие общие конфигурации, общие там коннекторы, общие там коннекты к базам и так далее, и так далее, то есть, можно какие-то общие ресурсы вот в такие контроллер сервисы запихивать. При этом, несмотря на то, что вроде все делается готовыми квадратиками, все еще достаточно высокая гибкость, то есть, есть свой внутренний язык выражений, всякие SQL-и, ну, там, и даже свой язык, там, отдельный, который позволяет некоторые преобразования делать, то есть, это все позволяет данные трансформировать. Более того, если вам не хватило гибкости внутреннего языка и даже SQL-выражений, вы можете просто сделать запуск какого-нибудь там баш-скрипта, который эти данные, значит, в процессе, или там спаркерской задачи, или еще чего-то, что на I-Fi будет запускать как бы снаружи себя, вот, и там, соответственно, если вы можете что-то в баше сделать, соответственно, вы можете сделать все. При этом запуск может происходить как вот в потоковом режиме, когда просто постоянно по таймеру происходит загрузка, то есть, там, каждые 5 секунд, например, так и запуск по расписанию, например, включись один раз в день, прокачай данные, остановись. Да, и при этом есть, например, всякие классные фишки типа Backpressure, которые автоматически контролируют скорость потребления данных, то есть, помните, я говорил про активные источники, которые могут завалить ваш приемник, вот в I-Fi это может автоматом контролировать, то есть, если он видит, что, например, запись идет медленно данных, то он может сказать читателю, то есть, своему консюмеру, что, дружище, притормози, поставляй данные помедленнее, пока вот эта вот пробка или нагрузка не рассосется. Здорово, потому что позволит пережить какие-нибудь всплески данных. Механизм Data Provenance, который позволяет нам отлаживать, а что же у нас с нашими flow-файлами происходит. То есть, можно посмотреть, как вот они тут двигались по нашему по нашему flow. Итак, это то, что касалось на I-Fi и давайте поговорим про StreamSets. StreamSets это, ну, давайте так, для начала я уже довольно много рассказал про Flume и I-Fi. есть ли какие-то вопросы по их применению или же по их функциональности. Давайте возьмем минутку на то, чтобы это дело обсудить. окей, ну что ж, если вопросов нет, давайте двинемся дальше. поговорим немножко про StreamSets и посмотрим на него на практике. Собственно, StreamSets штуковина похожа на I-Fi. Она реже встречается, потому что она не до конца бесплатная, то есть, там, базовый элемент, он бесплатный, там, у которого есть визуальный интерфейс, он позволяет все качать, все делать, но он позволяет делать только на одной физической машине. если у вас уже такие нагрузки, что вам нужна не одна физическая машина, а много, и вам нужно их контролировать из одного места, то вам нужен уже, соответственно, Control Hub, платный компонент, который будет всем этим оркестром дирижировать. Но сама по себе система, в принципе, подходит, чтобы на небольших масштабах, чертовски удобно, прям с очень удобным интерфейсом, я сейчас покажу, отдельные потоки процесса какие-нибудь небольшие. Вот, и здесь как раз подходит вот эта концепция, где у вас 100 потоков, из них там 10 вы отдельными джобами процессите, а 90 оставшихся мелких вы можете там чуть ли не через одну тачку обработать. Вот, ну и давайте, а, да, создана была, собственно, выходцами из Clouder, поэтому если у вас Clouder-овский Clouder, то туда StreamSets устанавливается, ну, очень просто. Там есть механизм парселей, так называемых, и, собственно, можно, ничего не программируя, просто там, поперетаскивав архивы и нажав кнопочки, очень быстро эту систему установить, что большой плюс. И на нее мы сейчас посмотрим на практике. Значит, как работает мой практический пример. Есть небольшой файлик, файлик, пардон, репозиторий. Если у вас есть докер, то вы можете вот этот пример запустить и тоже с ним поработать. Можно сейчас, можно после занятия, соответственно. Готовый пример, который просто собран в докер-компоузе, и, соответственно, выполнив команду докер-компоуз апп из вот этого репозитория, вы получите весь нужный набор сервисов на такое вот окружение для тренировки. Да, кстати, этот подход часто у нас практикуется на курсе. Мы собираем вот такие докер-компоузы, которые позволяют сразу развернуть такое маленькое окружение с несколькими сервисами и посмотреть, как они взаимодействуют в контейнерах. В этом смысле докер – это прекрасная вещь. обязательно с ней познакомьтесь, если еще не знакомы. Так, ну и давайте запустим. давайте пока расскажу немножко про то, что же здесь за сервисы сейчас запускаются. То есть в составе этого докер-компоуз есть Kafka. Это наша кровеносная система. Это очередь сообщений, через которые мы будем обмениваться данными. Есть Devolt. Это такая домашняя Яндекс.Метрика или Google Analytics, как вам угодно. То есть это такой сервис, который позволяет установить на ваш сайт JS-скрипт, и он будет работать как Яндекс.Метрика, только он будет отправлять данные не в Яндекс.Метрику, а непосредственно на ваш сервис. Это важно, например, для компаний, которые не хотят ставить сторонние решения на свои веб-порталы, или которым нужен кастомный функционал. Как раз для этого отлично подходит Devolt. Собственно, он даст нам тестовую страничку, и мы будем с нее собирать всякие пользовательские события, типа просмотры, клики и так далее. Эти события будут попадать в Kafka, а из Kafka мы будем вычитывать эти данные стримсетом и складывать на HDFS. HDFS у нас состоит из двух контейнеров, name-нода и data-нода. Почему это так, мы обсуждаем в рамках нашего курса про то, как устроен HDFS. Мы тоже проходимся и разговариваем. Так, да, у нас должны к этому моменту запуститься контейнеры. Похоже на то. По порту localhost 186.30 будет доступен веб-интерфейс, пароль admin-admin, не суперсложный. Вот, да, и здесь видны мои эксперименты. Значит, прежде всего давайте посмотрим на тестовую страницу. Если посмотреть вот здесь, что, что сюда все время, если посмотреть в Docker Compose, Devolt, вот у него здесь есть открытый порт 82.90. Localhost 82.90. Пожалуйста. У нас открылась тестовая страница Devolt, и если открыть инструменты разработчиков и посмотреть на сеть, то каждый раз, когда мы загружаем страницу, у нас, видите, там в сторону сервера летят некоторые зашифрованные события о том, что произошло. Вот, видите, кори параметры. Вот, что по такому-то адресу столько-то секунд заняло, какое было событие, идентификаторы и прочее. При этом, если я буду кликать на кнопку, например, то у меня вот тоже события летят. Обновляю страницу, снова события. Ну и так далее. Это вот как раз Devolt.js, вот этот вот JS-ничек, он собирает мои пользовательские события и отправляет на Devolt, на вот это вот, на его, на Backend, а Backend сбрасывает данные в Kafka. И вот сейчас эти данные мы попробуем вычитать. Значит, вот у нас мордочка стримсета, давайте создадим новый pipeline. Назовем его традиции клик в стрим 5. Да, заметьте, есть разные варианты исполнения, то есть можно запускать pipeline разными способами. Можно прямо здесь в стримсете, можно такой самоупакованный микросервисный вариант запуска, можно запускать collector edge, так называемые, это туманные вычисления, наверное, можно красиво назвать. В общем, это в том случае, если вы, например, хотите собирать данные с устройств или каких-нибудь клиентских устройств или каких-нибудь других маломощных компьютеров, вы прямо там ставите такой маленький агент, который называется стримсетс edge collector, и вот он отправляет уже данные, он уже может какой-то предпроцессинг сделать и отправить данные потом уже в обычный стримсет. Так, ну, можно это все помечать еще тегами там и так далее, но это уже все, красота. Значит, перед нами открылась рабочая область. Справа у нас видны вот все доступные элементы для построения нашего пайплайна. Ну, и первый, который нам понадобится, нам сразу тут говорят, что у вас источника нет. Ну, давайте выберем источник. Нам понадобится Kafka Multitopic Container. В принципе, его здесь можно найти, выбрать Origins, и вот он будет Kafka Multitopic Consumer. Можно и обычный Kafka Consumer, просто в стримсете Multitopic дает возможность предпросмотра, что в нашем случае будет более красиво выглядеть. Хотя, с точки зрения перформанса, обычный консюмер, он лучше. На случай, если будете какой-то большой поток грузить. Так, ну что ж, и давайте сразу отправим наше событие в треш. Нам сразу говорят, чего у нас не хватает. Видите, вот видны ошибочки. Pipeline Handling Not Configured. То есть, мы не сказали, что мы будем делать с ошибками. Ну, ошибки будем просто сбрасывать, поскольку у нас тестовый pipeline. Так, и Configuration Required. Да, и у нас не настроена вот эта стадия. То есть, мы можем между ними переключаться, и, соответственно, мы попадаем в настройки. Нам сразу подсветили, что нам обязательно нужно настроить. Ну, для начала давайте настроим подключение к Kafka. Kafka 90.92. Consumer Group можем оставить такую, и Topic будет Devol. Соответственно, Разус Single Records, это уже технические настройки, Data Format. Мы читаем, соответственно, Avro. схему можно нагуглить в интернете, Devolt. Вот. Ну, соответственно, что-то так долго не искать, я просто возьму из соседей своего пайплайна, потому что там схема уже проверена на случай, чтобы не было никаких неожиданностей. Так, окей, значит, добавим вот сюда Avro, скажем, что при этом вот получение схемы, да, что здорово, формат Avro, помните, мы говорили, что это структурированный формат, в котором нужно получать схему. Streamset сможет прочитать ее из самого сообщения, может вот из нашей конфигурации, как мы, собственно, и сделаем, вот, а еще может из Schema Registry, специального сервиса, через который можно, чтобы продюсер и консюмер обменивали схемой. Так, ну что ж, мы настроили, и давайте устроим тест, сделаем превью. вот, пожалуйста, видите, мы поймали парочку сообщений, и мы можем сразу посмотреть, что в них передается. Время, время на клиенте, собственно, IP-шник, по какому адресу это произошло, идентификаторы, юзер-агент и прочее, и прочее. Окей. Теперь мы хотим сделать что-нибудь более полезное, чем отправлять это все в помойку. Остановим превью и начнем добавлять элементы. Значит, давайте, например, выберем только какую-то часть полей. Да, допустим, все поля нам не нужны. Добавили ремовер, говорим оставить только выбранные поля. Нажимаем превью и стримсет сам сходит, заберет сообщение, распавит и скажет, смотри, дружище, есть вот такие поля. Выбирай, какие тебе нужны. Ну, допустим, давайте заберем таймстемп, хост, адрес страницы, на которой произошло событие, размеры экрана, идентификаторы и тип события, ну, юзер-агент. Ну, а все остальное там уже... А, во, мы можем брать даже уже распаршен юзер-агент. будем операционную систему сохранять. Нажимаем сейв и давайте снова сделаем превью. Откроем и вот мы видим, собственно, какое преобразование выполняет этот элемент. То есть, видно, слева у нас было вот такое сообщение, справа осталось меньше. Здорово, здорово. Давайте теперь добавим, начнем это дело конвертировать в авро. Хотя можно и в JSON, чего уж мучиться. Давайте тогда запишем это дело на HDFS. Вот самая простая трансформация. Просто чтобы не увеличивать сложность. Да, при этом, поскольку у меня глаз дергается, когда что-то стоит неровно, для таких, как я, сделали кнопку Auto Arrange, которая позволяет все аккуратненько выставить. Здесь опять же нам говорят, что нам нужно настроить. Во-первых, Connection нужно настроить. Node 3000, если не ошибаюсь. Аутентификации там нет. Output Files. Соответственно, куда мы будем сохранять? Наберем ClickStream 5. Так, остальное можем оставить. Оставить и давайте сохранять в Авро. In Pipeline Configuration. Ну что, давайте сделаем Preview. Сейчас In Pipeline. Так, не Pipeline. In Record Header. Вот, меня интересует. Поскольку мы же считали в формате Авро. А, но мы же убрали часть полей. Давайте сгенерируем все-таки кастомную схему. Значит, давайте сгенерируем вот, Schema Generator. есть вот такая штука. Эту связочку мы уберем. Schema Name. Пусть будет Devolt. Так, снова все выровняем. Record Header. Так, ну вроде все. Давайте проверим Review. Видите, у нас проверяется все. Нам говорят, правильно или неправильно. Мы что-то сконфигурировали. Что? Здорово. Так, значит, чтение происходит. Тут происходит. Ага, да, нужно, чтобы было видно, что сейчас добавилось. Давайте я включу отображение в Header заголовков. Потому что у каждой записи есть поля, да, вот они, и есть Record Header, который несет всякую мета-информацию про наши данные. Что довольно удобно. Видите, мы через Tracking ID можем отслеживать, откуда эта штуковина взялась. Ну и давайте посмотрим на Record генератор. То есть по набору полей ничего не меняется, но при этом добавляется новая схема, да, более компактная, чем которая была изначально. Отлично. Ну что ж, и давайте протестируем нашу запись. Старт. Вот сразу у нас пошла статистика, что все корректно записалось, ошибок мы не видим. Давайте посмотрим, действительно ли это записалось. Можно перейти по адресу 9870 порта, это мы попадем на веб-интерфейс нашей Node.hdfs. И вот здесь Browse File System откроет нам браузер файлов. Заходим в папочку TMP, папочку ClickStream 5 и вот здесь пожалуйста время наше и вот файл, который сейчас активно пишется. Ну он в формате Avro, поэтому здесь его можно только скачать, отображать смысла нет. Собственно вот наши события уже складываются на HDFS. Вот так мы быстренько за 10 минут организовали обработку источника. Кроме того здесь можно добавить какие-нибудь более хитрые истории типа вплоть до того, что добавить ну во-первых Spark Evaluator мы можем в принципе выполнять какие-нибудь Spark Evaluator но для таких быстреньких преобразований можно использовать либо JavaScript либо ну короче можно еще установить Python Evaluator и наверное должен быть Groovy нет тоже отдельно ставится ну хотя бы JavaScript Evaluator то есть мы можем добавить вот такой элемент и вот здесь прямо написать кодом что мы хотим сделать с нашими событиями пожалуйста я просто не фанат JavaScript поэтому предпочел бы использовать Python или Groovy соответственно это все можно использовать вот ну и давайте запустим и посмотрим что действительно наше событие в реалтайме нажимали кнопку и вот у нас пролетело там несколько событий еще нажимали сейчас еще события в реалтайме видите еще парочка прилетела ну и вот у нас сразу есть метрики более того нам говорят какая из стадий у нас больше всего времени занимает больше всего занимает запись на ходу мы сейчас видим это ну и прочая статистика довольно удобно если что нам здесь скажут сколько у нас ошибок какие у нас были ошибки история запуска редактирования pipeline ну и там есть еще всякие дополнительные rules которые позволяют отслеживать если у вас пошли какие-то аномалии на данных или некачественные данные и так далее в общем довольно полезный инструмент если что есть еще куча расширений вот тут для работы с любыми он например с amazon с avs пожалуйста работа с s3 с их очередью сообщений вот как раз в груве можно установить эвалюэйтор удобно довольно там питоновский эвалюэйтор ну только джетон потому что все это написано на java значит работа с различными базами данных вот там postgres sql-сервер oracle rabbit mq mongo db ну в общем буквально что угодно с этим примером пожалуй все да кстати можно обновить сейчас по идее будет уже два файла а нет все еще один ну ладно так значит с демонстрацией стремится там все если если появились какие-то вопросы напишите пожалуйста ну и давайте обсудим еще один момент это собственно выгрузка из-за всяких реляционных баз данных как я и говорил у нас реляционные базы данных они могут быть как пассивными источниками так и активными почему же так получается дело в том что мы можем сами ходить в базу и забирать записи а можно сделать так чтобы база сама к нам прислала обновление давайте эти варианты и рассмотрим ну первое вообще что за базы на которые мы целимся у нас зачастую то место куда мы собираем данные это какой-нибудь Hadoop или же это там MPP базы да ULAB базы аналитические и они не очень хорошо подходят для того чтобы в реалтайме работать там с пользователями стоять за бэкэндом и все такое поэтому есть какие-нибудь Postgres с которыми идет работа вот наших микросервисов там по Postgres на каждый микросервис и собственно у нас появляется куча данных эти данные мы должны импортировать в наше единое хранилище соответственно нам нужно перекачать их в нашем Data Lake там например на HDFS куда-нибудь как можем это делать ну во-первых пассивная выгрузка да мы можем просто периодически делать снэпшоты то есть мы просто приходим делаем снэпшот нужных нам таблиц загружаем их все на Data Lake а потом уже начинаем процесс и делаем это с некоторой периодичностью в принципе есть свои плюсы делается супер просто вообще ничего не нужно на стороне настройки базы если вы не хотите трогать прод то и замечательно подходит для множества различных вариантов то есть вы можете читать разные базы вы можете там имплементировать разные способы загрузки и при этом это достаточно легко мониторить и планировать ну то есть вы там поставили загрузку например раз в час что-то сломалось вы просто взяли и полностью повторили поскольку снапшот читается целиком то есть в принципе очень простая процедура минус требует очень много места для хранения вот этих самых снапшотов потом мы теряем изменения между двумя снапшотами то есть допустим у нас могла запись такая быть которая вот после этого снапшота уже создалась через там минуту ее удалили и в следующий снапшот она тоже не попадет то есть на самом деле в базе была запись а мы ее ни в одном из снапшотов не видим вот поскольку мы читаем целиком снапшоты это естественно огромная нагрузка каждый раз базу целиком выкачиваем это больно ну и не очень понятно что делать в случае изменения схемы данных с этим все к сожалению не очень просто как мы можем это исправить первое многоэтапные снапшоты то есть мы можем например делать снапшот после то есть вот как решить проблему того что у нас куча мест тратится мы делаем степшот потом мы соответственно из него извлекаем дельту дельту оставляем сам снапшот удаляем сумму дельт используем как витрину историческую вот второй вариант инкрементальная загрузка по ключу мы просто смотрим на таблицу и смотрим что если у нас появились данные с новой датой с тех пор как мы читали то мы их забираем то есть мы периодически опрашиваем таблицу и говорим что дай мне данные которые появились после вот этой даты забираем после вот этой даты забираем каждый раз передвигаем нашу позицию чтения есть минусы могут возникать дубликаты при таком чтении это во-первых во-вторых такая загрузка ее чуть сложнее планировать да и главное что она все еще не видит удалений то есть она вот если когда мы снимали снапшот мы могли сравнить два снапшота и сказать что вот такая запись удалилась то когда мы делаем инкрементальную загрузку если там где-то удалится какая-то запись мы этого просто не увидим а это иногда бывает важно потому что это сигнализирует например о том что там закончилось действие тарифа у пользователя ну и третий вариант это реплики то есть то что связано с нагрузкой то что мы читаем целую кучу данных это может сказаться на проде то есть мы можем нагрузить базу которая стоит за продовым сервисом зачастую для этого делается реплика отдельная аналитическая туда все данные реплицируются и уже вот эту аналитическую реплику мы запрашиваем мы опрашиваем соответственно ее забираем и так далее можем грузить как хотим она специально для нас сделана ну и следующий вариант это активная выгрузка то есть по сравнению с тем что у нас было у нас появляется новый элемент это шина данных и соответственно мы берем теперь у нас наша операционная база сама в эту шину записывает как активный источник а мы из этой шины соответственно данные забираем в наш даталейк соответственно у нас отличие только в том что инициирует запись сама база и у нас теперь появляется буфер в виде очереди сообщений собственно как же это выглядит и откуда это берется на самом деле во всех базах почти во всех базах уже заложен сразу механизм репликации то есть в принципе помните я говорил что там создается аналитическая реплика из которой мы потом данные будем забирать а что если мы вообще не будем создавать аналитическую реплику а вот эти все логи репликации они сразу будут литься в шину данных это значит что мы потом у себя если мы будем вычитывать эти данные из шины то мы сможем на своей стороне в даталейке собрать полную копию нашей базы соответственно вот этот лог репликации он выглядит как все операции над данными одной или нескольких таблиц например там у вас добавилась строка изменилась строка удалилась строка и так далее соответственно вот это все валится в шину ну то есть вам нужно предварительно сделать один степшот который начальное состояние снимает и потом начать вот эти все изменения добавлять к нему и таким образом вы получите полную историю вашей базы плюсы вы захватываете абсолютно все изменения в случае инкрементальной выгрузки мы например теряли данные об удалении здесь такого нет здесь абсолютно все операции реплицируются мы все операции видим второй момент вот эти вот изменения они поскольку лежат в шине то мы их можем переиспользовать что-то можно там в одно хранилище в архив заливать что-то в горячее хранилище а можно еще и стримовую джабу сверху зацепить которая будет следить за изменениями в базе значит кроме того это быстрее поскольку у нас активный источник он тут же все изменения пушит соответственно эти данные быстрее доставляются у нас меньше трафика нам не нужно теперь полные вот эти огромные конские снапшоты делать ну и меньше нагрузка на BD в большинстве случаев потому что мы не идем туда как клиент забирать данные а она сама через свой отлично отлаженный механизм репликации выкидывает просто все изменения это гораздо легче для самой базы ну и изменения в схеме тоже среди этих изменений будут так что мы их можем отдельно обрабатывать то есть мы увидим события изменения схемы alter table вот из минусов ну просто сложнее да то есть у нас есть шина данных нам нужно откуда-то ее взять настроить там кавку она требует настройки и базы нужно там настроить репликацию соответственно чтобы у нас полились данные нужно еще там поставить специальные сервисы какие-нибудь для захвата этих данных типа дебезиум потому что ну это я так сказал на пальцах да что база сразу пишет в шину данных на самом деле она не умеет и там нужен еще некоторый элемент который будет это дело конвертить из логов репликации в шину данных ну требует контроля и логов то есть потому что здесь появляется куча активных элементов нам нужно следить что у нас процесс репликации живет то есть со снапшотом его очень просто мониторить да где у нас там по расписанию отработала процедура все хорошо не отработало аля вот а здесь нам нужно постоянно видеть метрики что у нас репликация продолжает работать ничего не сломалось вот ну и к сожалению не всегда exactly once есть нюансы когда могут происходить сбои и повторные загрузки ну это уже просто связано с самим механизмом репликации вот это то что я хотел рассказать про базы ну и да в качестве инструментов просто можно глянуть на Dibesium в принципе есть опять же небольшой репозиторий с примером Dibesium ну вот такая игровая площадка тоже поднимает несколько сервисов включая сам Dibesium ну и соответственно можно посмотреть как это все дело работает так ну что ж на этом пожалуй все подведем итоги сегодня мы поговорили об очень большом количестве вещей мы поговорили про то какие источники бывают поговорили про универсальные инструменты загрузки данных стримсетс и вот это все и поговорили про способы загрузки оперативных баз то есть снапшоты инкрементальная загрузка CDC Change Data Capture и про инструменты для CDC вот на этом все одна небольшая просьба я сейчас скину в чат ссылочку на опрос заполните его пожалуйста нам это чертовски важно для того чтобы становиться лучше становиться интереснее так вот эта ссылочка на опрос буду вам благодарен если заполните расскажите интересно не интересно получилось может быть ожидание от курса и так далее ну что ж и надеюсь увидимся с вами на курсе для дата инженеров скажу что область крайне горячая сегодня слышал новые опять же новости от HR и могу сказать что дата инженеры по прежнему крайне крайне востребован вот ну что ж на этом спасибо всего хорошего если у вас есть какие-то вопросы пишите я еще в чатике минутку побуду если вопросов нет тогда на сегодня все всем хорошего окончания недели и как я и говорил надеюсь увидимся на курсе удачи вам